добрый вечер здравствуйте ну поздравление конечно принимать вы принимать будете вы с 8 марта все равно как-то это вот все равно остается в душе international women's day мы чикаго получается вы вчера несколько дней назад собственно родине родине ну как бы до получает но все равно получается что так получается да все все равно это я всем объясняю что такое 8 марта это как бы такой еще один валентина в день для девушек только где мужчина ничего не получит но подарки дарит да ну-ка я там все что ну можно что-то требовать женщина можно что-то требовать вот но поэтому мы как идем как порядочные вот мумит роль концерт весенний 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 огромный тур американцы ну не то что там огромный конечно огромные у нас уже были так что теперь мы опытные все теперь делаем максимум эффективно что значит эффективно ну то есть опыт группы мумии тролли я многим своим американским друзьям говорю вы может не знаете америку так как я ее видел потому что сколько мы наверно за всю свою историю за последние 10 лет городов 40-50 наверно посетили в северной америке по-честному не только в одной стране так что да и не и опыта и впечатлений хватает новые самые гастролируемые артисты насколько я сама сама гастролируем да действительно мы относительно сама гастролируемые артисты вот это в этом месте плюсы и минусы конечно с одной стороны ты отвечаешь перед самим собой со мной сам за себя то есть если что надеяться особо никого не на кого не на кого что кто-то тебе придет что-то там решить поможет нет все вот как-то сами 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 так и живем а это правда что вот так вот связи с тем что вы самогастролируем и держите группу в тонусе чтобы не дай бог вот там ну безуслов дело в паре понять это как вот в любой рок-группе да и есть конечно какие-то там внутри обязательства но по большому счету все все это все это сводится к одному или у тебя есть это страсть как я называю к международному рок-н-ролла или вот ее нет потому что здесь же много всяких нюансов и и поверь мне экономически он не на первом месте здесь все-таки какое-то какая-то такая другая вещь и все эти там да есть конечно там мечтаю поделиться своим собственным творчеством с до мечтаю поделиться своим собственным творчеством на официальное заявление с со всеми людьми на земном шаре вот но все-таки это больше наверное какая-то все-таки такая тяга страсть открытием путешествиям что-то вот ну вот в современных реалиях наверно так и при всей вот этих технологии сегодняшнего дня и возможности получать информацию и вроде как такое виртуальный опыт опять же из своего собственного опыта понимаешь ничего к сожалению или к счастью наверно не заменяется вот этого какого-то персонального персонального прикосновения персонального общения с людьми и очень интересно у нас же уже получается такая довольно впечатляющая история группа мумии тролли гастролирование скажем так если брать все там мои детские какие-то мои проекты как все мечты можно и там и сто лет назвать но так по большому счету вот такой такие жесткие 15 лет настоящие концертные гастролируемая жизнь кстати нью-йорк на первый раз приехали на 15 лет назад а вот а собственно так гастролируем почти 20 уже не исполнилось но уже скоро 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 будет чем-то отличаются вот американские туры вот европейских до строительства это особый подход есть конечно особо некий там подход в работе это все-таки практической части наверно касается что скажем так широкому зрителю наверное не особо интересно в этом разбираться для начала потому что даже наверное музыканты там более-менее профессионально же им наверное это в этом не очень интересно разбираться но вот мне конечно интересно всегда было как устроена вся вся вот эта жизнь изнутри вот ну вот изучая до сих пор изучая до сих пор интересно до сих пор что-то для себя находишь открываешь и в первую очередь конечно же конечно же людей я понимаю что за последние скажем пару лет гастроли главный такой вывод оказался что мы действительно с определенной частью наших поклонников да и скажем так с определенным срезом людей вот в этом времени последние 20 лет мы живем где-то так очень рядом то есть не могу это назвать конечно же там никакими семейными отношениями но такими вполне дружескими то есть мы часто встречаемся да там разных концертов у них есть свои истории у нас есть свои истории я действительно помню буквально все наши там тысячи концертов наперечет и когда люди приходят а помните в таком-то году в таком-то городе да помню как оказывается помню и люди взрослеют не знаю за ними идут какие-то и друзья дети круг знакомых то есть это такие круги круги соприкосновения до что в общем-то да и делает твою собственную мою собственную жизнь и никогда не избегал скажем так общения слишком хотя да иногда тоже хочется побыть но я с ним с собой но я хотела начать наш разговор но я прочитала что вы живете сейчас в лос-анджелесе действительно причем уже довольно много лет и это связано с такими практическими вещами делов лишь помимо группам метро ли у меня еще есть такое большое дело в жизни и мужа вот уже четвертый год исполняется в наш фестиваль владивосток rocks vi rocks который мы звали который я скажем так основал и курирую теперь по вполне по ностальгическим причинам честно вам грика хотя есть конечно какой-то процент что я там злая столкому метроль там родился в этом есть определенная такая правда жизни что владивосток всегда был для меня такой такой вот рубежом между тем самым востоком и тем самым западом причем в самом их широком проявлении что российском что в глобальном что только в восточном что в азиатско-тихоокеанском смысле то есть но это действительно так если мы посмотрим на глобус и этого места суждено как как-то мне кажется звездами написано быть вот этим местом соприкосновения всего-всего-всего-всего-всего но вот это все-всё-всё-всё-всё как я убедился за последние несколько десятилетий я же начинал не чтобы не то что музыкант профессиональные начинал вместе карьера переводчика у меня было еще игры на низких языках китайский английский я я всю жизнь пытаюсь сделать так чтобы люди поняли друг друга и сделали что-то вместе то что они хотят потому что все люди что-то хотят сделать но у них по тем или иным причинам чего-то где-то как-то иногда вот они слишком много наверно себе что этом думают или сконцентрируется на том как они хотят а у других а другие люди тоже хотят но вроде как не получается и вот-вот мне казалось что там экономические ситуации это одно да вот есть какая-то как как людей привести к тому чтобы они понимали у них должно быть что-то общее как можно найти много общего в таких разных на обществах мирах странах языках и так далее и музыка это вот один из тех особенно там современная поп-музыка называют рок-музыка неважно современная музыка современное искусство это вот такие вещи которые более-менее всем как-то понятны если вы нашли когда-то где-то соприкосновения то поверьте мне через 20 лет вам будет о чем поговорить даже если вы будете один человек на китайском другой на русском языке это на самом деле очень помогает это из моего собственно я жил в великобритании скажем в америке какое-то время провел в азии в китайской народной республике я понимаю что там можно друг другу объяснять откуда ты что у нас едят на завтрак и что на обед но когда вы находит там вы оказывается смотрели в детстве один и тот же мультфильм читали книжку или слушали одну и ту же песню вот тут начинается самое интересное да и как как бы общение нам намного идет лучше вот и но есть опять же у каждого такого дела до практическая сторона из что касается скажем так международного музыкального рынка назовем вот то тут нужно посмотреть правде в глаза смотрим правде в глаза и вот те люди которые которые скажем так как-то музыкальный шейк из да и все все вот кто 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 двигает весь этот всю эту махину вперед все таки вот большинство из них управляет международными турами кто составляет кто выбирает когда люди кому это интересно самая большая концентрация в мире это все-таки в лос-анджелесе вот и мы начали когда приезжать в америку я пошел ну никак не убежишь от этого вот голливуда черт подери но все-таки приходится ты им объясняешь и нам нужно привести группу владивосток они говорят да поговорите с нашим агентом в лондоне потому что он отвечает за россию и понимаете в чем дело 12 часов лет а там 10 часов лет а это чуть-чуть другая территория вот когда то есть мы говорим сейчас о том что вот если вы находитесь в токио то в принципе за час вы будете во владивостоке а когда вы находитесь в берлине у вас там будет или четыре часов это будет очень дорого и это невозможно там не имейлами объяснить нет нужно убрать людей тыкать им пальцами объясняется привозить должны ну вот такое да такое очень очень человеческий фактор скажем так вот он собственно меня и заставляет проводить львиную долю своего времени тигриную долю своего времени именно в лос-анджелесе да потому что но вот удобнее нужно скажем так в некоторые игры нужно играть по каким-то правилам и эти вопросы решается скажем так из москвы лондона владивостока довольно тяжело то есть а так у меня конечно эти всегда очень такие сентиментально фантастические мечты о том как и поплывут дирижабли из лос-анджелеса и лондона и нью-йорка и буду садиться на набережной города владивостока все-таки владивосток у меня есть до определенные определенные вот какая какое-то как наваждение скажем так с местом где вырос именно потому что я считаю что у него есть какой-то вот необъяснимый такой потенциал но по тем или иным причинам требует гораздо более пристального внимания до человеческого такого фактора и вот таком каком-то культурном музыкальном срезе я вижу что это может быть можно сделать и я понимаю что больше у меня не очень много соратников скажем в этом деле который разделяет все эти мои убеждения но я вот честно вам признаю что другого пути не вижу или надо вот получается так делать а по-другому не так вот сколько-то там денег не бухай там еще чего это не знаю ты же не можешь там завозить людей как как-то это ну как некоторые что могли посадить на пол из людей миллионами как-то вести мне кажется что это не совсем правильно нужно делать так чтобы люди снижались опять же это опыт гастрольной жизни в той же там европе в америке очень хорошие есть вещи когда именно событийные событийный туризм то есть термин он привлекает он потом составляет города перри до перри переживать другую жизнь и перри переоценивать там не знаю себя заново и как когда там общие есть такие убеждения что там все плохо очередной кредит очередной это все плохо погибло все умерли я вам скажу сколько 8 или 9 год мы даже выступали в городе понтиак например да который выглядел на тот момент ну как город призрак это точно с разрушенными домами и автомобильная промышленность только что накрылась крахом там еще чего-то государство еще спасать не выдало денег и мы играли концерт клубе как-то русские группы играют рок вина 11 человек в зале как сейчас 11 человек в зале из которых три человека пересекло границу из канады типа они знали на метро остальные значит местные фанаты из других залов которые решили любопытные вот такая вот у нас то есть теоретически получается 20 процентов настоящих фанатов 30 процентов настоящих фанатов остальные любопытные и для нас это тоже был был такой определенный опыт и почувствовать себя снова вот такой школьной группой которая непонятно где пытается доказать непонятно что но при этом назад дороги нет и ты делаешь да у меня действительно перед тем моментом наверное такой опыт был перед этим 15 назад отмата один из первых концертов подростковой группы когда твой концерт пятеро твоих друзей из них два соседа упал где по подъезду и больше ты играешь это опыт и есть потом о чем вспомнить и потом когда выходя на стадион где-то не видишь даже где не видишь где там трибуны находятся примерно догадываешься есть но вот-вот как-то не всегда желал не отрываться каких-то реалий таких жизненных вообще удивительный человек спасибо потому что у вас есть музыка у вас есть мумит роль бар у вас есть фестиваль сейчас кино вдруг неожиданно кино получилось не вдруг совершенно я это продюсер в кино продюсер начинающий честно вам признаюсь кино было гораздо легче снять это опять же по большому счету это такое документальное фиксирование событий группы находящийся в пути путь был не очень обычный мы проделали путь на владивосток до южной африки на парусном судне как он вышел сотни лет настоящем как старые добрые времена тогда когда еще не был самолет когда люди шли через океан не понимали куда они идут примерно так вот и собственно фиксировали кино это по большому счету история любой музыкальный наверное группы товарищей из любого из любого точки света потому что каждая начинающая группа в принципе хочет как-то себе там показать и заработать какие-то за это награды мифические где-то за горизонтом свои оскары грэмми граммофоны вот кубки трофеи вот вернуться и и вот собственно история снять оказалось легче то есть проделать все это путешествие легче чем вот потом процесс редакции фильмы и так далее но сейчас мы уже пришли понимание каким должен быть формат и если это люди включены в процесс кроме меня люди более-менее понимающие чем и фильм который в рабочем названии вернее уже не рабочий настоящее называем владивосток вакейшн по-русски называться как наш альбом соц матроса соответственно вот называется районе каннского фестиваля в этом году презентовать в мае да вот стараемся очень теперь теперь у нас есть такая цель соответственно к ней мы к ней мы двигаемся так что будем надеяться что в этом году уже мы сможем увидеть его на нескольких экранах земного шара но и картина т.в. конечно же всегда нам вовсе обязательно поможем я вот уже слышу звуки музыки звуки музыки действительно раздаются нам пора сегодня на сцене с нами выступает группа замечательный джейн на найнс у нас была совершенно исключительная история нашей встречи ребята просто вышли из самолета в городе владивосток искали приехали сюда мы могли бы сыграть вас на фестиваль и я не мог отказать понимаешь что люди просто из нью-йорк и на другую сторону света взяли это приехали просто потому что они хотят поделиться своим творчеством абсолютно не понимая как воспринимать что их ждет и это был очень такой интересный прецедент в том что у них сейчас по моему громадное количество поклонников в том же владивостоке особенно среди девушек потому что наверное не как-то увидели свое отражение своего какого-то спрятанного я до джейн она такая открытая девушка очень такой перформер исполнитель исключительные и это был такой хороший пример мы продолжаем дружить странировать гастролировать да не нам помогает здесь мы помогаем так ну как как-то вот такой нормальный товарищеский при этом творческие отношения именно тот чего я желаю скажем другим другим людям и благодаря особенно вот таким встречам у нас родилась совершенно не лишенная своей оригинальности идея создать культурный фонд по развитию музыкальных связей между между этой стороной океана и той стороной океана и между океанами вообще талантическим и тихоокеанским до международным вот и над этим и еще опять же работа в этом году я думаю что на концу то есть такой фон скажем так позволит нам открывать больше именно молодых имя тех ребят которые там не знаю по гаражам пока еще играет в нью-йорке и во владивостоке и шанхае найти возможность действительно встречаться вместе встречать своих потенциальных поклонников что интерес есть я я всегда понимаю что все любят скажем там проверенная годами или еще чего-то но время это доля открытий тоже должна существовать в жизни на это делать это и делает увлекательная нашу жизнь что потом мы говорили а вот тогда в таком году у меня был замечательный день и у нас и ну здесь действительно замечательный спасибо вам на этой жизни утверждающей ноте дорогая гитара и вперед до новых встреч и и на сцену сейчас еще две секунды и секунды буквально во первых мы хотели очень сделать я надеюсь что вам понравится и наушники для музыки да они отлично и очень на картина такие классные а и еще вай фай работают это вода иди провода провода не нужны нужно будет поставить батарейку и батарейку не дают батарейку зажали батарейка я передам а что за батарейка там нужно будет даже открывается все понял все вот и надо будет в общем надо разобраться еще ну вы своим вот этим многосторонним и вот эта вот выставка с годовым предметом смотрите смотрите телеканалы смотрите видео где возможны после каннского фестиваля будет что-то это абонемент на год в любой части мира что вам особенно актуально вы можете подключить и ну в общем будем разбираться если не разберете звоните мы тут рядом с вами хорошо